Студеная гора 14А, когда-то детская спортивная школа, а сейчас пристанище для бомжей. Здание заброшено давно, но пройти внутрь можно и проходит. И не только люди без определенного места жительства, но и дети шею здесь сломать могут запросто. Территориально собственник находится в городе Москва. Ему говорили о том, чтобы все это оградить, забить окна, чтобы не было доступа для несовершеннолетних. Один из аргументов власти почти всегда, что не имеют возможности то найти собственника, то ему что-то приказать. Надо составлять договоры о купле-продаже таким образом, чтобы вот такие здания в первую очередь были огорожены или приведены в порядок, как условия. И если условия не выполняются на определенном периоде по реконструкции, по сносу, по целевому использованию, значит, есть возможность уже затеять гражданский спор. Бизнесмены очень часто поступают по принципу ни себе, ни людям. Приобретут участок, а потом ничего не делают. Отдайте назад! Дети хотят иметь здесь спортивную базу. Давно говорится о спортивном клубе, скейт-парке, что-то такое. Ведь на самом деле здесь можно что-то придумать такое с инженерами для того, чтобы дополнительно досуговое место было. А это недострой и тоже в самом центре Владимира, и тоже подростки запросто могут сломать здесь шею. Но застройщику, похоже, на это наплевать. А ведь по инициативе Следственного комитета губернатор Орлова почти год назад своим постановлением обязало муниципальное образование выявлять опасные объекты и производить их консервацию. В мэрии нам сказали, что застройки, в том числе во Владимире, теперь отвечает областной департамент строительства. А там нам не смогли подготовить ответ оперативно. Похоже, за жизнь детей беспокоятся только представитель следкома и детский омбудсмен. Они даже на крыше многоэтажки забрались. Если вход на крышу свободен, то такой объект тоже считается опасным. Мы сюда ходили утром и вечером, чтобы красивые виды посмотреть или пофотографировать. Постоянно получаем сигналы о том, что то тут, то там дети появляются на крышах и делают селфи, что является особенностью опасности. Как правило, двери на чердаках открыты в тех домах, за которые отвечают управкомпании. Следком и уполномоченный по правам ребёнка дойдут и до них. Пока с предупреждением. Главный инженер управляшки, похоже, не понимает, насколько всё серьёзно. Где-то мы раз в полгода обязательно, собственно говоря, выходим на места и актируем состояние дверей, проверяем. Диктор Лютана Тривой, когда? Ну, я сейчас не могу сходу сказать. О неутешительных итогах рейда уполномоченный по правам ребёнка сообщит в городскую администрацию, а следком теперь проведёт доследственную проверку. За последние пять лет в области именно на таких объектах двое детей получили травмы и четверо погибли. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал.